Девчата, всем большой-большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас всех видеть в своем новом видео. Сейчас села на кресло и хочу немножко с вами поболтать, потому что многие пишут, что Кате иногда не хватает просто с вами пообщаться, то есть не когда это озвучка и какая-то мотивация, а просто так вот, как с подружкой. Поэтому сейчас в своем положении я, возможно, это буду позволять себе делать немножко почаще. Хотела вам рассказать, что у нас тут за последнее время происходило. В прошлую пятницу Софике был день рождения, и поэтому видео не выходили так долго. В четверг мы готовились, с мужем тут шарики надували, в общем, украшали, подарки упаковывали вечером, когда детки уже легли спать. С утра мы Софичку поздравили, подарили подарки, а на вечер у нас уже был забронирован столик. Мы просто в кругу семьи пошли, поздравили ее, вот посидели, она сама выбирала место, которое ей нравится, там с детской игровой комнатой. Вообще мы как хотели. Она хотела день рождения себе отметить, ну вот знаете, в таких вот развлекательных комплексах, где там много разных аттракционов. Вот можно арендовать комнатку, там какая-то развлекательная программа. И хотела позвать своих друзей из детского сада, но, к сожалению, в садике объявили карантин. Вот, и девчонки у меня тут эти прошлую неделю дома были, сейчас вот у Лизы каникулы, да, Софика тоже, так как карантин еще пока не ходит в садик, поэтому у нас, в общем, отменилось. В итоге мы решили, что сделаем день рождения, праздник, и только на развивающих занятиях, вот куда она ходит. Поэтому в пятницу мы отметили. Суббота я отходила от всех этих приготовлений, да, то, что нужно было купить, заказать. В общем, отдыхала. Плюс у нас сейчас так тепло, мы гуляли. К нам приезжали, подрезали деревья на выходных. Плодовые первый раз мы вызывали. Пробовали как-то подрезать сами, но поняли, что вообще, когда вызвали, что делали это совершенно неправильно. Черешню нам прям так конкретно обкарнали, ну вот как положено, да. Только, мне кажется, вишня меньше всего пострадала от обрезки. Вот, ну, в общем, сформировали правильно крону. Надеюсь, что в этом году с правильной подрезкой у нас будет много плодов, потому что мы специально выбирали такие деревья, которые, ну, они не то, что карликовые, да, но они не очень высокие, некоторые там, знаете, по 3 метра вырастают. Вот, и у них, конечно, очень правильно формировать крону, чтобы они как-то вот ветвились, да, в стороны, а не шли в высоту. Вот, поэтому приезжали специальные люди, которые умеют это делать. Я только сейчас заказала свежую доставку продуктов из Перекрестка. Муж как раз отвозит детей в школу, в садик, а я приготовлю завтрак. Ну что, продукты же у меня. Доставка была сегодня супербыстрая, видимо, из-за того, что утро. Так, первое, что я взяла, это чабата. Вот, я ее сейчас немножко подсушу, потому что хочу сделать на ней тосты. Дальше, Market Fresh, это у меня авокадо спелое. Я буду из него делать пасту. Потом взяла вот зеленые линии моцареллу, сыр. Тоже пойдет на тосты немножко, чтобы он у меня так расплавился. И дальше я взяла еще вот такие вот грибочки, шампиньоны. Тоже прям буквально несколько штучек поджарю, пойдут на тосты. И взяла апельсины. Хочу из них сейчас приготовить фреш. В общем, все для завтрака приехало. Давайте теперь готовить. Доставку я оформляла в Перекрестке. Там большой выбор продуктов и товаров. Я нашла абсолютно все, что мне было нужно. Плюс есть выгодные скидки, акции. Они, кстати, такие же, как в магазине. Я осталась очень довольна доставкой из Перекрестка. Как всегда, большой выбор продуктов и товаров. Привозят качественные продукты с хорошими сроками годности. Акции, как в магазине. Плюс я занималась своими делами, не выходя из дома. А продукты уже у меня. Ну и, конечно же, у меня для вас есть приятный бонус. По моему промо-коду Курьянова20. Вы получите скидку 20% на свой первый заказ для новых покупателей. Ссылку на приложение Перекресток, а также свой промо-код я оставлю для вас в инфобоксе. Переходите, заказывайте продукты быстро и выгодно. В любом ситуации на нашем участке сейчас вышло. Многие просят показать. Но вот, как видите, да, еще такие горы снега. Мы тут вот дорожку проделали к домику детей. Чтобы посмотреть, как он вообще у нас там уплыл или нет. В общем, не уплыл. Но в любом случае снег, как я и говорила, сильно подтаял. Вот, единственное, за что переживаем. Смотрите, как сильно выгнуты ветки все. То есть где-то уже они поломались. Где-то просто сильно выгнуты. Но надеюсь, что здесь уже не сломаются, просто поднимутся. Вот там, видите, много валяется. Тоже зелени и всего. Но здесь тоже есть кое-какие веточки, которые сломались. Ну и что у нас еще? Вот здесь вот у нас татикары, видите, закрыты. Но не везде, не на все хватает и материала, и времени, чтобы все это закрыть. Ветки. Вот то, что нам делали. Стрижку деревьев. Веток очень много. Все это нужно перерабатывать. Покажу вам с другого ракурса, да, представляете, масштаб. И вот, что только еще удалось сделать. Совсем немножко. И здесь такая куча сучков, то, что срезали. Все это будем перерабатывать. И, кстати, когда приезжали к нам на обрезку деревьев, взяли веточки для прививок. Вот они, видимо, еще каким-то клиентам делают прививки, чтобы на одном дереве были разные-разные сорта. Покажу вам нашу беседку. Здесь у нас все отгорожено. И деревья, чтобы от снега не повредились, от снегоуборочной техники. Ну и чтобы вот они сейчас не горели. А показывала вам еще, кстати, по осени средства, которым обрабатывали деревья, чтобы как раз-таки они вот на солнышке не горели. По весне здесь вот такой вот у нас бардак. Сложена вся мебель. И там сохнет погреб. Вот потому что, опять же, у нас в этом году просто как никогда все плавало, потому что были большие снега. Ну и участок. Сейчас вам покажу. Тоже смотрите, как открылся у нас газон. То есть, чтобы вы понимали, еще вчера это была прям вот маленькая-маленькая кромочка. И как я сказала, когда приезжали нам делать подрезку деревьев, здесь были конкретные сугробы. А сейчас вот конструкция, которая у нас розарис закрывает. Все это открылось. Пойдемте покажу вам, как нам сделали обрезку деревьев. Вот наша черешня, которая вот больше всего в коронале. Все вот эти вот высокие ветки. Значит, у нас черешня, потом идет груша, потом идет яблоня. Здесь у нас идут вишни две. Вот эта вот слива, которой нам сказали, что уже недолго ей осталось. И там сзади еще идут две яблони. Шелковица и абрикос. Вот так вот там у нас растет голубика. В общем, все подстригли. Сформировали правильно кроны. Вот как я вам сказала, что вишню меньше всего. Вот эту вот трогали. Больше всего, конечно, досталось черешни. Толку, конечно, от такого высокого дерева, вот как она выросла, нет. Потому что, ну, просто до туда не дотянешься. Даже со стремянкой. То есть, это нужно выбирать какое-то время, чтобы собирать ягоды. И, как правило, птицы уже все съедают, и уже ничего не остается. Поэтому вот нужно, конечно, за этим следить. И крону изначально правильно формировать. Вот вишню в этом плане я не так люблю, как черешню. Она пониже, и тут очень удобно. Подходи, прям с куста ешь. Я, кстати говоря, вот именно так и люблю. Подходить и с куста есть. Газон. Практически уже весь снег сошел. Вот сейчас нужно, чтобы он проветрился, подсох. И уже можно будет его вычесывать. Аэрацию делать. У нас вот машинка, которая она и вычесывает сразу, и прокалывает землю. Вот можно по весне удобрение раскидать. У нас, так как полив, можно, в принципе, в полив закладывать. И чтобы удобрение, ну, поливалось, да, такое жидкое. Но у нас полив, он как бы на все. Поэтому мы просто вот по-сухому раскидываем по самому газону. И все дела из выходных. Это вот привести в порядок теплицу. Все здесь перекопать, подмести. Вот, чтобы было чистенькое. В теплице, кстати говоря, даже когда на улице было плюс 3, но было солнышко. А в теплице уже было плюс 36. Вот. Частота, порядок. В том году я даже снимала, тогда, когда перекапывала. Вот здесь все подметало. Плюс снег. Когда еще лежал, вот тоже заносили сюда снег. Я заносила просто лопатой. Ну, чтобы земля немножко пролилась. Вот так. Сейчас в теплице тепло, хорошо. И по окончании сезона, то есть когда заканчивать все, убираем совсем. Вот. Ее изнутри также моем. Поэтому здесь, в принципе, чистенько все. И в понедельник у нас уже был день рождения у Софики на развивашке. Вот. Как раз выходные еще тоже с мужем ездили. Покупали фрукты, ягоды. Ну, это вот, да, такая вот фруктовая тарелка, чтобы деткам сделать потом скатерть, салфетки. Там, одноразовую посуду, чтобы накрыть, потому что этого просто в центре нет. Ну, и, соответственно, там стеклянную, тоже керамическую не понесешь. Взяли разные там бумажные стаканчики, бумажные тарелочки. Вот. И в понедельник я этим всем занималась. Как раз-таки заказала горячие блюда. У нас была картошка-пюре с котлетками. Вот. Взяла несколько пицц, маргаритой, такой со сливочным соусом. Что еще заказала? Пирожные порционные. Тоже такие классные. Потому что, ну, детки, тортики как-то они не очень едят. А я взяла, вот, увидите, в фотографии вставлю такие скимо. Это как пирожное и картошка, только как мороженое. И дети даже от внешнего вида, в общем, они все съели. Потому что очень красиво, реалистично, похоже на мороженое. Самое главное, чтобы дети, да, были сыты. Вот. И, в общем, провели мы там праздник. Представление у них было. Конкурсы, сказки. Все довольны. Софии подарили подарки. И вчера я уже, когда мы приехали, это было, наверное, часа три. И четыре. Я уже просто отходила от дня рождения, от всей этой суеты. Вот, когда нужно было всех собрать, причесать, платье, там, что все красивые. И сегодня, вот, с утра тоже съездила по своим делам, приехала. И решила выйти к вам на связь. Девчонки, я вижу ваши запросы. Просите весеннюю уборку, весеннюю мотивацию. У нас вот сейчас уже стало тепло. Можно мыть окна, да, можно чем-то таким заниматься. Кто-то просит участок показывать. Вот у нас за эти дни прям снег хорошо сошел. И я могу вам показать, как он выглядит после зимовки. А до этого просто сугробы были, мне кажется, вот такие вот. И что показывать? Потому что заваливал нас особенно в марте очень-очень сильный снег. В декабре, наверное, тоже много снега высыпало. Поэтому сейчас буду потихоньку показывать. Потихоньку буду убираться. Возможно, это не будет отдельное видео. Вот, потому что, ну, все-таки уже мне сложновато, да, за день успеть сделать столько, сколько бы я успела сделать не в положении. И что я точно не буду сейчас делать пока? Это просто расхламление. Потому что для многих весна, это нужно очистить все вокруг, пространство, убрать все лишнее. Вот, я, наверное, этим буду заниматься летом. Может быть, уже осенью посмотрим. Потому что я люблю вот именно пошуршать в ящичках, все разобрать, знаете, под настроение. Вот, когда есть такое желание. В общем, когда хочется. А здесь я сейчас не могу, да, сама снять сверху все коробки. Вот, и ждать там, подгадывать, когда Леша будет дома, когда он сможет мне помочь. Мне не очень хочется. Поэтому я решила это пока оставить. Но я просто с вами поделюсь тем принципом, которым пользуюсь при хранении, да, при расхламлении в том числе. Возможно, кому-то будет полезно и, возможно, кто-то уже им. Сейчас буду заниматься стиркой. Хотела вам показать гель для стирки, которым активно пользуюсь последние недели. Это гель для стирки от Tuklin. Во-первых, очень продуманная упаковка. Большой объем, 5 литров. Удобно наливать. Есть краник для налива и мерный стаканчик. Теперь не нужно поднимать тяжелые канистры, проливать или рассыпать средства. Во-вторых, гель подходит для разных видов тканей, не оставляет разводов на темной одежде и отлично выполаскивается. А также безопасен для стирки детских вещей. И, в-третьих, он отлично отстирывает. Посмотрите, у меня здесь след от кетчупа. Покажу вам результат после, а пока включаю стирку. Отпедна не осталось и следа. Отличный гель еще и за приятную стоимость в сравнении с аналогами. Обязательно присмотритесь к нему, а промокод на скидку ищите в описании. Возможно, у вас есть какие-то другие приемы, лайфхаки. Поделитесь в комментариях. Я думаю, всем будет полезно почитать. Смотрите, как я организую хранение. Я считаю, что нет какой-то такой универсальной модели. Как, знаете, кто-то пишет, я вот натыкалась на такие списки, что у вас должно быть 4 вилки, 4 ножа. Или, допустим, у вас должен быть крем для лица, умывалка. Вот все-все-все четко-четко прописано, знаете, как в аптеке. Я считаю, такой универсальной модели нет, потому что мы с вами будем себя чувствовать комфортно в абсолютно разных условиях, и это нормально. И то, что, например, для кого-то чересчур у меня, а для другого он скажет, что-то вообще мало, я бы так не смог. Поэтому все индивидуально, просто есть общий принцип, которым, я думаю, могут пользоваться многие. С чего, естественно, мы начинаем? Это с того, что мы достаем все. Давайте я буду рассказывать на примере кухни или на примере шкафа с одеждой. Я вот очень люблю, этим буду, конечно, заниматься. Я поснимаю. Это сортировать одежду, например, сезонную, не сезонную, вот в межсезонье, да, когда мы обувь достаем, меняем одежду верхнюю, вот это все. Смотрите, нужно, естественно, все достать. Например, если это кухня, да, мы все достали, вообще все, что у нас есть, и дальше мы разбиваем на категории то, что мы достали. У нас есть категория актуальная, это то, чем мы пользуемся вот постоянно, на ежедневной или на ежемесячной, например, там, основе, но то, что нам нужно в быстром доступе. У нас есть неактуальная, это, допустим, какой-то пасхальной формочке, возможно, какая-то формочка для новогоднего печенья, да, нет смысла от нее избавляться после праздника, или какой-то новогодний декор для дня рождения, да, ну, украшений, допустим, у нас там хранит что-то на кухне, то есть это неактуально, вот, но от этого избавляться и не имеет смысла. Это одна категория. Следующая категория – это вот то, что идет в мусорку, да, это я образно говорю, всегда можно продать, подарить, отдать в добрые руки, в общем, каждый решает сам, как этим распоряжаться. Оно просто не имеет никакой ценности для вас. Это отдельная категория, вот, и эту же категорию вы можете, кстати говоря, вот так поделить, да, приличные какие-то вещи, малоиспользованные, вы можете продать. Что-то, возможно, у вас с удовольствием возьмут подруги, там, мама, не знаю, сестра, еще кто-то, да, и что-то, например, в таком уже плачевном состоянии – это сразу в мусор. И у нас есть такая категория, я для себя ее выделяю, допустим, архив. У кого-то ее может вообще не быть. Что я под этим подразумеваю? Ну, допустим, родился у вас ребенок, да, и вы знаете, что планируете еще второго. И есть там на кухне, допустим, у вас какой-то кухонный комбайн для того, чтобы готовить детскую еду, не знаю, там, стерилизатор, подогреватель, ну, вот как я просто вам образно привожу пример. То есть это такой архив, что вы вообще убираете на самый-на самый верх. Вот, возможно, кто-то там, есть, знаете, такие в квартирах кладовые комнаты отдельные, там кто-то в гараж. Это просто архив, то есть это лежит до востребования. Может, там, не пригодится и год, и два, и три, но просто вы знаете, что, да, допустим, планируете еще ребеночка, поэтому вы вот таким образом все убираете. То есть я разделила на категории. После того, как у нас с вами уходит все вот лично для вас не нужное, мы начинаем работать с оставшимися. И понятно уже сразу, что архив уходит куда-то там, высоко, далеко, и, может быть, даже вообще за пределы квартиры, не актуальный, да также уходит на самые высокие полочки, но это у вас остается. Возможно, вам хватит даже одной полочки. И дальше вы работаете уже с актуальным и размещаете так, как вам это нужно. Вот, ну, допустим, да, просто руководствуясь какой-то логикой или же создавая, знаете, ну, какой-то алгоритм, да, допустим, на кухне какой-то алгоритм может быть. Это приготовление еды, да, например, для того, чтобы, там, не знаю, приготовить салат или испечь яичницу, что вам нужно, да. Вы сначала открываете холодильник, берете ингредиенты, дальше вы их относите в раковину, умываете, дальше, что вам нужно, там, я не знаю, доска специй, да, берете, следующий этап, все подготавливаете, и следующий этап, это у вас уже плита, на которой вы непосредственно готовите, ну, и потом, возможно, сервируете или убираете в контейнер, убираете дальше в холодильник, и вот, ну, нужно выстроить вот этот вот маршрут, возможно, это глупость, кто-то скажет, но на самом деле профессия организатора пространства, она же имеет место быть, и люди вот за вот эти шаги, да, за вот этот механизм, который за вас придумают, платят деньги, поэтому можно, в принципе, сэкономить, да, если есть желание, и сделать это самой. В общем-то, вот нужно правильно разместить на своей кухне все необходимые вам инструменты, которые нужны, чтобы вот эта вот цепочка, она занимала минимум тело движений, да, то есть, тут выдвинули, тут что-то достали, чтобы это просто было удобно. У меня это выстроено именно так, что когда я стою на кухне и готовлю, это вот у меня кусочек между раковиной и плитой, я, в принципе, вот вращаюсь вокруг своей оси, да, здесь что-то выдвинуло, здесь прямо перед собой могу повернуться, выдвинуть, то есть, я до всего дотягиваюсь рукой, да, но вот эта вот такая вот кухня в форме вагончик, на мой взгляд, она неудобная, мне она не нравится, чисто вот визуально, я, например, в новом доме не повторю такую форму, вот, но в плане вот организации, да, какого-то быта, использования кухонных предметов это очень удобно, вот, и девчата очень часто, знаете, когда такая вот тема расхламления, чего-то затрагивается, почему-то очень ревностно друг на друга реагируют, я это замечала в комментариях, но я думаю, каждому понятно, что у нас у всех разные интересы, разные увлечения, разные стили жизни, если кто-то когда-то пришел к стилю минимализма, к разумному потреблению и так далее, это же тоже был ваш путь, да, к которому вы пришли, давайте просто будем уважать друг друга, выбор каждого, да, кто-то, возможно, не пришел, кто-то, возможно, на пути и от того, что вы, знаете, нападете на другого, оскорбите, скажете, что он такой-сякой, но он вряд ли к этому приблизится, поэтому все здесь взрослые люди, давайте уважать друг друга, кто-то действительно любит готовить и кто-то действительно пользуется, знаете, вот, как есть какая-то мелкая бытовая техника просто для всего. В любом случае, это распорядок каждой семьи, устройство каждой семьи, да, и, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом давайте не будем лезть, просто уважать, вот, я за обсуждение в комментариях, но чтобы это все-таки оставалось в рамках приятного общения и приятного общества, да, чтобы вы зашли, пообщались, пообсуждали и ушли в хорошем, приятном, приподнятом настроении, а не знаете, как вот бывает, почитаешь комментарии, как будто бы вот в грязи, измазался и хочется просто помыться после этого, вот. В общем, девчата, такой принцип у меня тоже самое и с одеждой, да, также мы абсолютно сортируем, возможно, есть какой-то архив, да, это вот, допустим, ну, хотите, вы там тоже ребеночкой в этом оставляете. Архив это вот, пожалуйста, не путайте, что я оставлю эту соковыжималку или я оставлю этот горнолыжный костюм, потому что, ну, возможно, когда-нибудь мне это пригодится. Вот. Это очень маловероятно. Лучше дайте соковыжималке или костюму вторую жизнь, подарите, продайте, отдайте, и человек будет действительно этим пользоваться. И я всегда в своих видео говорю, что я верю в энергию, в том числе, что вещи, они могут нам как давать эту энергию, так ее и забирать. Вот. Когда вокруг вас огромнейшее количество вещей, которые просто требуют к себе внимания, ухода, ну, это там из разряда, протирать для кого-то сто статуэток, кто-то это обожает, покупает, его это заряжает, я не знаю, он смотрит, кайфует, вот он каждую статуэточку протирает, для него это там великое удовольствие. Для кого-то это, такая каторга, вот не нужно терпеть, и старайтесь окружать и оставлять вещи, которые вот именно вас заряжают, которые, от соприкосновения с которыми вы получаете удовольствие. Не важно, эстетическое, вы купили какую-нибудь красивую свечу, да, и просто того, что смотрите на нее, да, в какой-нибудь красивой баночке, еще что-то, у вас, я не знаю, глаз радуется и поднимается настроение. Вот окружайте себя такими вещами, я стала руководствоваться таким принципом. Не всегда так было, вот, потому что, ну, например, мои родители из Советского Союза, да, они прошли вот эти все очереди, времена дефицита, когда, ну, вообще, да, ничего не было. Была возможность, но нечего было купить, поэтому это на них наложило определенный отпечаток, да, время. Вот, где-то мне мама старалась объяснять, что, мол, Кать, ну, вот, а вдруг вот так вот будет. Вот, я с уважением отношусь к ее подходу, к ее взглядам, ну, потому что это ее опыт, да, такая вот жизнь была. У меня немножко по-другому, я пришла к тому, что я не за минимализм или еще за что-то, я за то, чтобы вещи вокруг меня радовали, приносили мне удовольствие. Поэтому, когда вы пишете, ой, Катя, протирать вот это вот все, я не знаю, там, парфюм там, еще что-то, какие-то баночки, тарелочки. Вы знаете, я вот постаралась окружить себя вещами, которые мне нравятся, и поэтому мне даже вот уборка и уход за ними в удовольствие. То есть мне контакт с этими вещами в огромнейшее удовольствие. Но опять же, девчата, я прошу включать вас здравый смысл, потому что некоторые настолько любят все передергивать, то есть это не значит, что мне какая-нибудь баночка или еще что-то заменяет реальное общение. Я просто к тому, что когда вы окружаете себя тем, что вам нравится, это так или иначе сказывается на вашем состоянии, а то, какое у вас состояние напрямую влияет на ваших детей, мужа, родителей, на ваше окружение, даже на ваших подчиненных, сотрудников, на ваших друзей. Вот, поэтому такие мелочи, а из них вот складывается общая картинка. Надеюсь, вы меня не будете ругать за то, что я просто так с вами села, поболтала, рассказала. Знаю, что многие здесь за мотивацией, вдохновением. Но вот честно, пропадать совсем не хочется. Такой был ритм и распорядок, что я не успевала и снимать, и работать, и решать какие-то домашние дела. Кстати говоря, девчата, когда вот пишут, что все успевать, все делать, я вот тоже с вами делилась, что, ну, это крайне сложно проживать свою жизнь на максимальных, на максимальных, не то что скоростях, а на максимальных требованиях вот к себе, во всем. Я считаю, что нужен баланс, потому что наша жизнь, она, точнее, наша сфера жизни, это как система сообщающихся сосудов. Возможно, вы тоже замечали, когда, знаете, вот жизнь, она вам сама говорила, замедлись. Да, например, детки заболели, сами себя почувствовали плохо до этого, вот прям вот из-за всего, да, из последних сил старались везде и все успеть. Я считаю, такие знаки не случайны, поэтому лучше не доводить до такого, урок усваивать, и, например, то есть я вот занималась организацией дня рождения, праздника, подготовкой, плюс работала, плюс дом, но вот еще вместе с этим не снимала с утра до ночи. Вот так вот это и есть какой-то баланс, да, в любом случае все это потом нормализуется, да, здесь не надо уже столько внимания, поэтому я тут могу поснимать. Вот, и, девчата, я буду вам очень благодарна, если вы мне в комментариях напишите. Во-первых, мне очень хочется поближе с вами познакомиться, знаете, такое желание, мне хочется узнать, у меня есть, конечно, там на ютубе, да, статистика, например, по городам, по странам, по возрасту, по полу, но мне вот интересно узнать ваш портрет, портрет моего зрителя, откуда вы, сколько вам лет, есть ли у вас детки, вообще кем вы работаете, если это не секрет. И вот очень интересно, вы это меня знаете, узнаете тоже, познакомитесь поближе с каждой из вас, и мне было бы очень интересно, чтобы вы написали также, например, с чем у вас ассоциируется мой блог, да, возможно, для кого-то это будет просто уборка, для кого-то рецепты, для кого-то это будет именно эстетика, не важно чего, жизни, быту, ухода за собой, ведение дома, просто, да, вот, что вы черпаете, да, для себя, в чем изюминка, что вы выделяете. Давайте знакомиться, возможно, вы найдете вообще подружек, узнаете, что живете где-нибудь рядышком, пишите, в общем, будет здорово, я с удовольствием все прочитаю, познакомимся с вами поближе. Всех люблю, целую, поболтала с вами, увидимся совсем скоро, я теперь уже не буду пропадать, дальше вернусь к вам с мотивацией, с вдохновением, вот, в следующем видео всем пока-пока.